Мировое государство, теряющее свою силу на международной арене, обладает способностью нанести серьезный ущерб другим странам, отметил госсекретарь Блинкен. По его словам, ярким примером являются действия России в Украине. «Многие администрации надеялись, что у США могут быть более стабильные и предсказуемые отношения с Россией именно потому, что у нас так много важных дел, над которыми мы хотим работать, которые направлены на улучшение жизни наших людей и людей во всем мире. Однако Россия, особенно при президенте Путине, является сильным разрушительным фактором, который может создать огромные проблемы. Мы видим это не только в Украине, но и в базовой оппозиции Путина порядку, который возник после двух мировых войн, а затем после Холодной войны, с определенным набором правил и принципов, которые, как мы считали, необходимы для поддержания мира и безопасности». По словам госсекретаря, именно желание российского лидера воссоздать новую империю, отбросив существующие международные правила и нормы путем захвата другой страны, привело к войне. «Нас всех беспокоит, когда одна страна пытается господствовать над другой, когда она пытается создать мир, в котором действуют права силы, в котором она силой меняет границы, в котором она пытается подчинить другую страну своей воле. Это не только агрессия против Украины, это агрессия против основных принципов, которые воплощены в Уставе ООН, всеобщей декларации прав человека и целом ряде норм и правил, над которыми трудились несколько поколений, чтобы избежать нового мирового конфликта». Он подчеркнул, что США продолжат предпринимать необходимые усилия для обеспечения мира и стабильности на международной арене, поскольку это в интересах всех стран. «В период после Второй мировой войны стало очевидно, что мир не организует сам себя. Если США не будут участвовать в этой организации, если мы не возьмем на себя руководящую роль, тогда либо это сделает кто-то другой, например Китай, либо вообще никто, что так же плохо. Поэтому мы заинтересованы во взаимодействии с другими странами, мы заинтересованы в лидерстве и нам есть что предложить в условиях этой конкуренции. Китай, по его словам, также хочет порядка, но иного плана, не либерального. И именно в этом заключается конкуренция». Госсекретарь Блинкен подчеркнул, что у Вашингтона и Пекина есть сфера общих интересов, например, в области климатических изменений, глобального здравоохранения, в которых страны могут сотрудничать. Он отметил, что только от Китая зависит, хочет ли он совместно решать проблемы или же быть их частью. «Уважаемый Ставрополь, администрация Ставрополя, спасибо за такой вообще жесткий взгрев для бойцов, которые мобилизованы. Вот эта вещь называется пинбольная маска из пластмассы. Вот. Непосредственно на убытие и выполнение задач каждый выносливший имеет. Ну, во-первых, сам стоит экипирован. В бронежилете разручный жилет, оружие, соответственно, шлем. Это в него все в рюкзаке, полностью с собой. Комплект нательного белья, притороченный спальник. У него отдельно вот баул такой, где она сейчас очень грязи, осень и весна. Зимой вот это, это осень. Ну, соответственно, здесь исключительно. Главное, чтобы она была. Такая вот фигня, короче, они думают, что мы, как эти звездные войны, будем ходить вот в этом говне, которое вообще не имеет никакого смысла и цели. Вот. Термосок в 1 литр, короче, тоже полезная очень вещь, короче, она нам поможет. Но самый топчик, который есть, это тактические перчатки на ребенка, короче, потому что на мою руку они, ну, вообще, как бы не подойдут. И ни одному бойцу они, короче, не подошли. Вот. А также еще, короче, самый топчик, что есть, это берцы. Берцы выполнены из натуральной резины, короче, купленные, я не знаю, во имя чего и для чего. Потому что такими берцами, вот они к зиме нас подготовили, короче, вот от всей души нам дали, короче, резиночки такой. Вот. Вот такие берцы, которые мы благополучно выкинем. Здесь исключительно могут. Правда, чтоб она была. Россия, таки да, использует иранских инструкторов, которых она завезла специально в Крым для отработки ударов дронами камикадзе по территории Украины. Как, в принципе, изменится мировой рынок, спросим у эксперта. В нашей студии Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, член Общественного совета при Министерстве обороны России. Сильно лодку откачивать не будем, поэтому я очень прошу вас сильно на этих иранских, потому что это классическая история. Жопа есть, а слова нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признаны. Руслан Николаевич. Соответствующую информацию накануне обнародовал американский телеканал CNN. И вот сегодня сообщается о том, что эту информацию подтвердили представители американского Министерства обороны. В частности, там заявили о том, что Иран является, по сути, соучастником российской военной агрессии против Украины. Накануне в Соединенных Штатах Америки заявили о введении дополнительного пакета персональных, пока на данный момент, персональных санкций против руководителей ключевых силовых структур и Министерства обороны, в частности, против корпуса исламских стражей. Участие иранских инструкторов в подготовке российских военных, а также их присутствие на территории оккупированного Крыма неминуемо поднимет вопрос будущих военных репараций, которые, помимо России, будут также предъявлены и Ирану. За соучастие в войне против Украины, а также гибель мирных украинских граждан, украинских военных и разрушение инфраструктуры. Всего этого не могут не понимать в Тегеране. Однако там одержимы слепой ненавистью в адрес Запада, коллективного Запада, демократии и Украины, которую, очевидно, теперь уже иранские мулы прочно записали в ряды проклятого и ненавистного Запада. Сам этот факт, конечно, не может нас не радовать, однако участие Ирана в войне против Украины на стороне России также ставит под вопрос позицию Китая. Ранее ряд экспертов делали предположение относительно того, что иранская программа по созданию дронов была бы невозможна без участия китайских специалистов. В частности, они намекают на то, что китайские компоненты используются в создании всех основных типов иранских дронов Камикадзе. Как известно, один из этих дронов был посажен украинской ПВО, посажен в абсолютно неиспорченном виде, то есть он полностью целый и сейчас его изучением занимаются представители украинских спецслужб, которые, уверен, этой информацией полностью поделятся с представителями западных разведок. Если там обнаружатся китайские компоненты, то нового скандала, очевидно, избежать не удастся. Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил о том, что российские оккупанты не просто готовятся сбежать из Херсона, они готовят теракт на Херсонской ГЭС, который можно будет применить к использованию оружия массового поражения. Об этом заявил украинский президент. Его цитата «Мы должны сейчас все вместе, все европейцы, все лидеры мира, все международные организации дать понять государству-террористу, что теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же, что и применение оружия массового поражения». Президент Зеленский также заявил, что в случае уничтожения Каховской гидроэлектростанции будет полностью практически прекращена работа северокрымского канала. Вода перестанет поступать в оккупированный Крым. Также он акцентировал внимание на том, что уничтожение Каховской дамбы также приведет неминуемо к техногенной катастрофе на Запорожской атомной электростанции, поскольку она охлаждается водой из Каховского водохранилища. По ключевой версии, подрыв Каховской ГЭС будет связан с тем, чтобы затопить южные регионы. Как известно, западный, то есть правый берег реки Днепра в этой части, он более высокий, более крутой. А южный, соответственно, левый, более пологий. Поэтому, если будет взорвано Каховское водохранилище, вода пойдет как раз-таки на южную часть, на оккупированную часть левого берега Херсонской области, туда, где находятся и мирные граждане, и российские оккупанты. О проведении, возможном проведении операции по чужим флагам, false flag operation, также сообщили аналитики Института изучения войны из США. По их убеждению, российское командование уже готовит ИПСО информационно-психологическую спецоперацию с целью обвинить украинское военное командование в том, что якобы оно будет стоять за подрывом этой самой дамы. В любом случае, если она будет взорвана, основной ущерб будет нанесен как раз-таки не украинским войскам, которые стоят на правом западном берегу, а российским оккупантам, которые находятся на юге. Генштаб вооруженных сил Украины сегодня заявил о том, что российские оккупанты собираются перебросить с правого берега Херсонщина наиболее опытных военных, а оставить там мобилизированных мобиков и наоборот добросить, докинуть туда на правый берег новонабранное российское пушечное мясо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok